Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Аса Эймс, американский художник, который сегодня считается одним из самых значительных американских скульпторов народного искусства XIX века. За свою короткую карьеру с 1847 года до своей смерти в 1851 году Эймс создал серию из не менее 19 уникальных трехмерных портретов членов семьи, соседей, различных политических деятелей. Я цитирую переводную в Википедию «Все то, что мне удалось найти». Работы Эймса получили признание еще при его жизни. Кульминацией стало вручение серебряной медали за его работу на ярмарке штата Нью-Йорк в 1848 году. Его резные фигурки, на которых в основном изображены дети и молодежь, хранятся в коллекциях ряда известных американских художных учреждений, в том числе в Американском музее народного искусства, музее истории Болдера, Харингтон музей искусств, ну и так далее. Родился он 28 декабря 1823 года. Был четвертым из пяти детей в семье. Ну, как я уже говорил, умер 4 августа 1851 года, возможно, от туберкулеза. На его надгробе был указан его последний возраст. 27 лет, 7 месяцев и 7 дней. Очень мало данных. Короткая жизнь Эймса мало задкомментирована. Несмотря на то, что мало что известно о художественном образовании Эймса, его науки предполагают, что он проходил ученичество в юности, хотя не ясно, в какой профессии. Отличительная черта Эймса заключается в его способности создавать эмоционально-властные портреты из народной среды. Он посвятил большую часть своей карьеры урезанию изображений своих родственников и друзей. Его портреты открывают внимательный взгляд на особенности, на индивидуальные особенности каждой из его героев, которую он изображает. Для портретов Эймса характерны широкие лбы и бескомпромиссные глаза, которые Эймс вылезал глубоко под густыми бровями, а ресницы нарисованы серию точек. Ну так, вкратце все, что мне удалось найти о Аса Эймсе, американском художнике, который сегодня считается одним из самых значительных американских скульпторов народного искусства 19 века. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, узнали, что-то новое.